Сегодня в Казани с самого утра зарядил дождь. Около здания 175-й гимназии немноголюдно. КамАЗ с ОМОНовцами, карета скорой помощи. По всему периметру школы дежурят росгвардейцы и полицейские. В гимназию сегодня могут пройти только ученики и педагоги. Одними из первых к памятному мемориалу подходят родители семи расстрелянных учеников 8-го класса и родственники двух погибших учительниц. Буквально за день до печальной даты здесь перед гимназией номер 175 появился вот этот рисунок. Его авторы, ребята, которые учатся в этой гимназии. Слова здесь звучат такие. Мир меняют люди. А сам рисунок называется «Дорога доброты». Кто как не ребята, которые учатся в 175-й гимназии, знают и понимают значение и ценность этих слов. Ни с кем не сговариваясь, в четверть десятого утра казанские голубеводы выпускают в небо 20 белых птиц. Именно в это время, год назад, казанцы узнали о страшной трагедии в гимназии 175. День этот трагический, когда погибли наши учителя и наши дети. Мы помним, скорбим, желаем, чтобы такого не деть никогда больше не повторялось. 11 мая 2021 года уже через несколько минут в гимназии начинают собираться жители города. Среди них родители учеников, родственники учителей, сотрудников школы. И просто неравнодушные казанцы. Все переживают за судьбу тех, кто в злополучное утро находился внутри здания. Молятся о здоровье детей и взрослых. У всех один вопрос. Кто же совершил кровавое преступление? Оказалось, бывший ученик гимназии, 19-летний стрелок, пришел в родную школу с дробовиком и взрывчаткой. С одной лишь целью убивать тех, кто не может ему дать отпор. Беззащитных детей и учителей. После трагедии был сделан сад памяти. И мы планировали вместе с родителями в этом саду памяти вспомнить детей, почтить их память и тех, кто погиб, учителей. Все вместе, вместе с родителями за этот период мы постоянно взаимодействовали с родительским комитетом класса, с образовательным учреждением и его администрацией, педагогами. Все необходимую работу проводим, но сегодня тот самый день памяти по ушедшему. Наши близкие не умирают. Сегодня во время траурного митинга поименно назвали всех жертв казанского стрелка, после чего в небо взмыли 9 белых голубей.